Итак, всем привет, с вами Доб Гэй. Начинаем мы играть за земли чейнджелингов в интересный мод Гэйстрит Вор. Все равно она наша стартует с неплохой промышленностью. На старте здесь, да, на самом деле в этом моде это нормально. Самое главное, что у нас хорошие исследования, уже есть какие-то, плюс все самое современное, так что все отлично. Плюс у нас еще раз от чейнджелингов, что помогает очень по-крутому нам шпионить. То есть, видите, тайная полиция тоже очень сильна. И, конечно же, у нас очень отличные фокусы. Будем мы подчинять себя оленью, медведей, и позже уже у нас будет огромный соперник Эквестрия. Видите, у них здесь намного больше промышленности, но мы все же, я думаю, будем сильнее. Мы подзахватим здесь промышленности, плюс у них есть сейчас огромнейшие дебафы вот здесь вот. Постой гармонии, как вы можете видеть, они очень медленно исследуют, строятся. В общем-то, пока что у них куча дебафов. У нас же они пройдут моментально. У нас только вот этот вот большой дебаф, и здесь небольшие, но и то, и то фиксится очень быстро. А вот это вот в сумме с этим дает еще очень много нам опыта с самого начала игры. У нас, кстати говоря, на самом деле очень неплохой флот на старте. У нас есть много современных линкоров, ну, линейных крейсеров, точнее, линкоров нету. То есть, очень-очень такие солидные, таких несколько. Крейсеры тоже тяжелые, солидные. Очень много, на самом деле, миноносцев. Мне это не слишком нравится. Я сейчас это буду организовать. Здесь вот у меня будет отдельный миноносный флот. Здесь уже именно я буду отстраивать боевой флот. Давайте сделаем вот так сразу, кстати говоря. И, конечно же, есть подлодки. Плюс у нас есть уникальные исследования подводных крейсеров. Примерно как в Германии, в этой стране, в этом плане все. И у нас уже какие-то хорошие корабли заложены. То есть, вот, Кризалис-класс. Это, опять-таки, вот эти мощные линейные крейсера. Более того, у нас еще будут карманы-линкоры. Это очень хорошие тяжелые крейсеры. И в будущем еще мы сможем себе заказать сверхтяжелый крейсер вот здесь вот. за очень-очень дешевую стоимость. 16 тысяч он будет стоить в сумме. Но мы где-то там, я бы сказал, 1010-12 покроем просто фокусом. Я думаю, очень сильно. И в Эквестрии флот, на самом деле, я вот даже тестил. Мы буквально стартовым. Плюс вот эти бафы. Здесь максимально забафать, здесь максимально забафать. Там очень мало бафов. Мы можем и флот победить вполне себе, без подлодок. Так что, я думаю, мы усилим свой флот. Очевидно, выйдем в танки. У нас основой армии будут танки. Подстроимся авиацию. Здесь тоже есть очень классный баф. На месте 20 стоимости истребителей. Можно их очень много сделать. И да. И после этого уже будем захватывать Эквестрию. А потом разбираться вот с таким вот количеством фокусов о подавлении здесь сопротивления. Я думаю, это прекрасно. Поехали. Сразу у нас есть шпионское агентство разведывательное. И мы, я думаю, сразу же и наймем себе агента, чтобы смотреть, что вообще происходит в Эквестрии. Что нам важно смотреть, что у них там с фокусами, как быстро они что откроют. Что у них здесь по силам, авиации, флоту. И, конечно же, потом будем смотреть расположение войск и будем планировать свои операции. Потому что мы здесь, во-первых, начали проявляться. Во-вторых, я думаю, мы где-нибудь здесь тоже делаем выстку. Возможно, еще здесь посмотрим. И постараемся вот здесь вот все окружить. Потому что основа всего снабжения как раз таки на западе. На востоке здесь, во-первых, эти дороги намного слабее. Во-вторых, их можно вот здесь вот побомбить. И здесь уже вести наступление, чтобы, скажем так, здесь не имели снабжения. Думаю, так мы и будем поступать. Подавили мы сопротивление вот это вот, как раз таки. Коронадем к лидерам, но на самом деле не найдем. И вот будем идти все до ячейки исследований. Прекрасный момент, если хотите, можете на паузу поставить. Здесь очень много вот этого вот графа мании. В целом я уже в большей части читал, поэтому это не так интересно мне. Но в любом случае мы ищем у себя бывшего агента шпионского агентства, вот этого вот, который нас решил предать. И вот этот прекрасный отчет. Это мне понравился. Да, мы не смогли найти его. Следы затерялись. Это, конечно же, неприятно. Но мы идем дальше по фокусам. И вот у нас вариант провести суд. Но на самом деле я уже знаю, что его лучше не проводить. Иначе мы потеряем еще больше политки. Мы теряем политку сейчас. Но если не проведем, потеряем еще больше. Следующий наоборот проведем. Сможем мы сейчас как раз провести учение в армии. Но копим мы политку и нажмем обязательно. Это очень классная кнопка. 20 опыта армии за 25 политки. По-моему, космически. Сказали говоря, я стартанул на историческом фокусе. Чтобы этот вот экспириенс в военно-секвестре был более-менее классическим. Иначе бывает, когда здесь начинается какая-то гражданка. Мы в эту гражданку входим. Ну и получается как-то не так интересно. Вот закончилась проверка. И нам эти 100 политки возвращаются. Стоит нам скорее всего эту политку потратить на частичную мобилизацию. Хотя наверное стоит подождать буквально немножко, чтобы дойти до оленей. Вот этой вот. И в войне с ней уже нажать как раз таки военную экономику сразу. Скорее всего я так вот подожду. Пока что поставим просто на плюс 10 фабрик. В принципе потерпим. Потерпим немножко. Вышиваю и на парадку. Еще политки получаем. Прекрасно. В принципе и получаем ее здесь достаточно быстро. Строим мы здесь потихоньку башню. Видите, на 4 раза нажать строительство. Получим мы за это баф. И ячейку для строительства. И самое главное мы получим 200 политки. То есть эти вот кнопки по 25 стоят. Мы в принципе еще сотку сверху отсюда получим. И точно тут можно нажать, я думаю, торговлю со Skyfall. Давайте так и сделаем. Я надеюсь они согласятся. Да, согласились. Отлично. Получились и неплохой такой экономический баф. На самом деле начал я еще импортировать себе сталь и хром. Да, на это потрачено немножко фабрик. Не так приятно, но зато я построил себе корабли. Корабли эти, как я уже и говорил, на самом деле очень-очень неплохие. То есть легкие крейсеры здесь вот солидные. Ну он уже начатый, его можно конечно еще улучшить. Но он уже солидный. Тяжелый, по-моему, да, крейсер. Тоже солидный. Он уже почти достроен, но как больше половины. Так что очевидно стоит того. И Кризалеса тоже, я думаю. Можно еще сверху будет второй построить. Только чуть-чуть это подредактировать, скорее всего. Также, я думаю, стоит отправить добровольцев. Вот сюда мы можем отправить танки. Отправим туда. Вот сюда вряд ли мы отправим что-то. Больше я в мире каких-то конфликтов не вижу. На юге, наверное, отправлять. Ну хотя можно вот сюда, допустим, да, пару пехотных отправить. И постесняться такие, которые более-менее заполнены. Давайте тоже здесь. На самом деле, очень интересные генералы. Во-первых, они сделаны из вселенной этого мира. Во-вторых, у них есть очень часто особый баф. Допустим, здесь плюс 25% опыта. Это очень неплохо. Мы, конечно же, этого генерала будем стараться качать. Да, пока больше особо бойн нету. Вот здесь вот, возможно. Можно подфармить, на самом деле, тоже. И вот добровольца приняли. Точнее, прибыли. Сейчас мы будем потихонечку отражаться. Плюс фармить опыт. Гринклифф. Предлагает нам торговлю. Это вот, это вот. Господи, надо было с другой стороны идти. Эти вот тоже чейнджинги. Почему бы нет? Наши расы, можно и поторговать. Вышли мы уже к объединению нации. Дойдем вот до сюда, я думаю. Здесь у нас еще какие-то исследования появятся. Плюс, вроде бы, немножко до заводиков. Можно взять. Потом возьмем инфраструктуру. И, наверное, сразу пойдем в Оленью. Чем быстрее мы их захватим, тем лучше. Чтобы, во-первых, случайно нам гарантию ЭКС-3 не закинуло. Во-вторых, тем быстрее мы эту промышленность сможем использовать. Делаем мы их протекторатом, чтобы не тратить ресурсы на содержание. Будем получать 75% промышленности. Я думаю, будет нормально. И пока мы успешно справляемся с нашими добровольцами. Тут, как обычно, распалась империя грифонов. Здесь Бекалини пришел к власти. В Аквелии, кстати говоря, революция свершилась успешно. На юге там я еще не очень хорошо понимаю, что где происходит. Плюс там еще не все доработано. Здесь фоток у нас немножко подокружили. Потому что мы здесь пробивались сюда. И, я так понял, здесь враги зашли сзади в этот момент. Здесь мы просто держимся. А здесь мы вот ликвидируем какие-то вражеские окружения. Но смогли мы пробиться вот здесь уже. Чтобы сюда мы дойдем и там закрепимся, скорее всего. Здесь же просто нас будут затопать горы. И, скорее всего, держаться мы здесь будем очень долго. Танки, кстати говоря, войну свою закончили. Неплохо. Ставил я также все советники вот этого вот на флот. Очень сильный. 15 производительности. Минус 10 стоимости экономики. Нам на будущее. И плюс опыт флота. Ну и там десантная выездка сверху. Так что сейчас мы так неплохо будем продолжать строить все корабли. Единственное, очень не хватает стали. Поэтому нужно как можно быстрее идти в Оленью. И наша агентство наконец-таки позволяет себе увидеть, что там с фокусами у Эквестрии. В принципе, пока что ничего страшного. Они просто идут в исследовании. Пускай так и продолжается. Чем меньше у них будет фабрика, тем меньше фокусов вот здесь, тем лучше. Потому что в теории здесь они могут войти вот сюда. Скорее всего, не успеют. Плюс они еще могут вот это вот сделать. И, скорее всего, они это сделают. Потому что мы создадим мировую напряженность. Но не прямо сейчас. А вот у нас готов наш городок. Надо подумать, что мы хотим сделать перед Оленью. Либо сразу же пойти в Оленью. И я думаю, давайте-ка завершим реорганизацию армии. Здесь, видите, фокусы не такие долгие. 25-35 дней. Так что дойдем вот до сюда. Чечензинская радиоскорость. Что тут еще? В чем разница? Да, еще ради атаки. Что-то чуть-чуть поагрессивнее будет. Возьмем себе вот это вот. И уж с этим пойдем в Оленью, собственно говоря. Поставив себе доктрины какие-то. Поставив себе какие-то бафы. Здесь уже объединилась Квилийская республика. Кромаду двоюет. Тут скоро закончится гражданская война. Здесь вот, кстати говоря, наша сторона вполне себе может победить с нашей поддержкой. Вообще она послабее, я вижу. Но не очень хорошие территориальные позиции. А, кстати говоря, вот здесь вот надо бы их укрепить срочно, скорее всего. И да, то есть она достаточно продержится. Плюс наша помощь вполне себе можем... Могут там победить они. Давайте-ка сразу... Ну-ка. Здесь все, это нам не сильно интересно. Давайте возьмем себе вот этого агента. Отправим его вот сюда тоже. Будем здесь иметь тоже шпионскую сеть. Вот мы потихоньку уже готовимся к операции в Олене, собственно говоря. Здесь вот у нас попробуются... Попробуют эти вот парни высадиться в этом порту. Здесь в танке. С моторизованными войсками. Я пока что их, ну, решил не менять. Пускай они такие и будут, в принципе. Потом, конечно, мы скорее всего их переделаем в танке. Прежде вот здесь снабжение. Здесь снабжение мы заранее обрежем, да? Хотя здесь, в принципе, сюда она не ходит. Я думаю, без вот этого порта и вот этого снабжения, здесь я скажу, мы окружим. Здесь постепенно здесь куча лесов, будут наши ягеры прорываться. И здесь вот мы сейчас доготавливаем наши дивизии. Будет просто неспешное наступление. Братненькое снова будет на севере. Потом с севером мы вот здесь вот будем прорываться, я думаю, к основным портам здесь. Плюс отсюда мы можем потом уже сделать высадку еще куда-нибудь сюда. И здесь тоже нарушить снабжение. Потому что, видите, она идет через вот этот порт очень сильно. Вот здесь вот жесткие железнодороги идут на север и на восток. Вот здесь вот. Здесь вообще снабжения у войск почти нету на самом деле. Так что вот этот порт оборвать. Посмотрим, короче. Надо просто с минимальными потерями и максимально быстро постараться это все сделать. Ну, смотрите-ка. А это не было уже разы. Конечно, мы будем. С невраждебной улей. Ну, да, давайте. По-моему, у нас уже был ивент оттуда. Но, допустим. Так, я думаю, мы готовы к нападению на оленя. Плюс-минус. Ну, у нас еще 140 дней. Эти 140 дней мы как раз достроим себе вот эту пехоту. Вот делаем всего два фокуса. И пока мы будем воевать, скорее всего, будем делать фокусы на застройку дополнительную. Там все еще нужно, на самом деле, побольше фабрик. И потом нужно будет захватить еще медведей. У них тоже немножко промышленности. Но самое главное, у них куча нефти. Нефть там, очевидно, пригодится. Здесь, кстати говоря, ресурсов тоже просто тонна. Поэтому мы все захватим и обеспечим себя всеми ресурсами. Кроме резины, которые придется немножко подстроить. Но, в принципе, всю игру. Тут пингвины с медведями начали воевать. Вот это невероятное событие. Пингвины-фашисты напали на медведей. Кто победит в этом вопрос? Но, кстати, по всему, у медведей здесь есть военный завод. Здесь их просто нет. Хотя здесь здесь меньше. Но я думаю, они смогут здесь продержаться до того, как получат преимущество по своим военным заводам. Мы еще отправляемся к якам, чтобы тоже подформить здесь опыт. Кстати говоря, сюда снабжение доходит. А иногда ты воюешь где-нибудь вот здесь, вот здесь, вот здесь. И снабжение туда не доходит. Как снабжение добровольцам идет, это отдельная история, наверное. Но опять можно нажать «Свои начинания». Конечно же, нажимаем. И я с моторизацией уже сделал себе на средней танке. Неплохой шаблончик. Ну, классический, ничего такого. Пока что у меня здесь легкие танки только. В принципе, я делаю минимум какой-то танком, чтобы просто поддержать свою армию, пока она будет вот здесь вот воевать и качаться. Потом постараемся перейти на средние танки. И, конечно же, это не скоро. Здесь немножко даты, видите, другие. Но я так подозреваю, что где-то вот через годика два планируется атака. Годик полтора-два. Ну, представьте, что мы сделаем. Мы должны оленью, да? Взять вот это вот в олене обязательно. Медведей захватить. Дойти до Небесного Роя. Обязательно. И дойти до Кризалиса. Плюс-минус что-то здесь взять. Так что да, еще... Ну, еще плюс-минус здесь что-то взять. Так что да, времени нам еще надо неплохо. Но я вот ориентируюсь примерно по времени войны к корпусам. Ну и, конечно, надо смотреть, что там у Эквестрии. Мы, кстати, уже сделали... Нет, не сделали, но уже скоро сделаем. Первый колобок. Будем стараться довести его до максимума, чтобы они капиталировали пораньше. Первый колобок готов. Кстати говоря, 45% сразу прокнуло. Очень удачно. Давайте продолжим делать следующий колобок. Олени. Претендуем на их регионы, но они, скорее всего, откажут. Идем сразу в мирную интеграцию оленей. Очень мирную. Ну, конечно же, они наши требования отклоняют. Передача вот этих территорий. Но ничего, мы к этому готовы. И вот готов этот фокус. Посмотрим на реакцию оленей, как говорится. И мы с этим закончили, я бы сказал, да? С этими фокусами. Возможно, нам нужна инфраструктура. Но давайте, значит, сначала... Пожалуй, выйдем в линкор. Хотя он быстро достроится, так что не стоит. Авиация тоже. Мы пока что не имеем хороших техов, мы не строим. Давайте все-таки инфраструктуру пахнем. Хотя... Сталь, сталь. Нужна сталь. Начнем со стали. Только вот этой. Нет, все-таки вот этой, потому что это прокнет ивент на плюс скоростроительства, либо объем производства. Мне и то, и то не нужно. Так, получили мы козу спели. Отлично. Давайте возвращаем парней. Этих. Возвращаем парней этих. И сейчас будем нападать. Это время еще у нас туда обучаются, сколько смогут дивизии. И будем нападение совершать. Вот и генералы сейчас доедут. Войска как раз практически доформируются. Я думаю, да, доформируются. И мы будем начинать. Так, дождался я починки всего флота, потому что здесь мы неплохо так их теряем, на самом деле. И теперь можно его чуть-чуть будет использовать. Давайте-ка. Вот так вот, даже можно, в принципе, в патрулирование, да. Этот флот пускай здесь... А, номинирование он пока не может. Окей, давайте вот так, патрулирование, патрулирование. Даже, в принципе, можно ударным соединением работать. Но не сразу. Вы, ребята, охотитесь на конвои. Вы, ребята, охотитесь на конвои, но вы уже... Да, в принципе, как и вы. Вот так вот мы их распределим. Нет, нет. Вот так, по той простой причине, что у нас... То есть вот, могут работать намного дальше, чем вот эти. У этих как раз-таки радиус работы примерно как здесь. Так что так вот мы будем сейчас выполнять миссии. И начнем мы уже войну в следующей серии. А с вами, ребята, был ДубГ. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.